Ребята, всем привет! Я рад вас приветствовать на моем YouTube-канале. У нас сегодня очередное макияжное видео. Сегодня у меня в гостях одна из моих любимых моделей Настенька. Да, мы сегодня будем делать макияж. И макияж у нас сегодня будет полностью состоять из новинок. Сегодня у нас новиночки от бренда NARS. И туда дальше я вам покажу. У меня тут есть еще новые помадки, карандаши. Поэтому сегодня макияж будет только новинками. И сегодня мы пообсуждаем эти новые продукты, перемоем им косточки. И также проведем какую-нибудь интересную беседу для вас. Так что оставайтесь с нами, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, пальчики вверх. Короче, все это надо сделать обязательно для того, чтобы поддержать мой канал. Вот, если вы хотите видеть макияж на таких красивых моделях, то обязательно выполните все эти пункты, чтобы мой канал развивался. Так что всех вас люблю и давайте начинать. Так, ребята, как обычно, отсел в угол. Короче, вот он я, и вот тут спрятался. И мы начинаем вот с такой палеточки. Палеточка у нас от бренда NARS. И просто посмотрите, какая она красивая. Она нереально красивая. Вот так, да? Да. Очень красивая. Ну, смотри, вон туда, там, где птичка живет. Видишь, там птичка живет. Да, я вижу, я вижу. Я вечно смотрю тоже в монитор. Мне тоже вечно говорят, можно глаза, пожалуйста, в камеру? Вот, я смотрю в камеру, стараюсь. Вот, вот такая вот у нас красивая палеточка. Называется она Cool Crush, честно. Переводили, переводили. Мы, короче, мы не поняли. Мы, короче, не поняли. Так что обязательно напишите в комментариях. Потому что я думаю, Crush переводить как по сленгу, как в ТикТоке. Типа парень, обворожительный, там, укравший сердце и все тому подобное. Либо как. Ну, вот, в общем, вот такая красивая палетка у NARS, конечно, как всегда. Просто дизайн, просто пушка. Вообще, знаете, я уже заранее, как это правильно сказать, предвзято отношусь. Потому что я очень люблю NARS. Вот. Я еще, знаете, не пробовал его. Я вот, видите, вообще новенькая, она нулевая. Вообще ни одного сводча нет. Но я уже заранее, она мне нравится. Вот. Мы уже на глазки нанесли базу, чтобы, да, ваше время не тратить. Я нанес такую базу от Лауры Мерсье и немножко консилера Дио. Видите, как всегда с обосранной жопкой. Это их вечная проблема. Настя, кстати, тоже по моему совету купила консилер Диор. Да, очень хороший. Да, но жди, но жди. Скоро будет обосранная жопка у него. Почему? Ну, потому что они всегда так, да. Вот. Я начинать буду сегодня с карандаша. Карандаш у меня от бренда Makeup Forever. Это мои любимые карандаши. Оттеночек у меня 202. Называется Total Modding. Модзинг. Короче, начинаем с этим английским. Я еще та англичанка. Все на такие. Так. Хорошо, наношу этот карандаш. Потому что здесь, в этой палетке, есть очень красивый такой синенький оттенок. Такой не синенький, а цвет мужской волны. Мне так хочется его использовать. Вот я на уголочек наношу вот этот карандашик в дереве. Потому что у нас он жирненький. Как-то я некрасиво нанес. Сейчас дайте поставил, растушую. Чтобы он так не застыл. А дальше я подготовил еще один очень красивый карандаш. Какой ты макияж хочешь? Не знаю. Хочу что-то такое, короче, красивое. Да, посмотри. У меня в последнее время вообще, когда я начинаю красить, в голове концепции нет вообще. А что я буду делать? А что у меня будет за макияж? Какой он будет? Короче, знаете, как будто как пустота. Не знаю, напишите, пожалуйста, кто смотрит меня из визажистов. Вы часто прям на 100% продумываете все, что вы будете делать и красить. Мне кажется, что я делаю в основном. Как пойдет, да? Так. Мы тут шепчемся. Настя просто не знает, что у нее под носом вот тут стоит микрофон. И он все равно все записывает. Карандаши, конечно, эти Make Up For Ever классные. Единственный минус – это их цена. Потому что стоят они дофига, а тратятся они очень быстро. Но они очень красивые при этом. Да. У меня очень красивые. Мне их нравится как подложку использовать. В любом случае, знаете, когда делаешь цветные макияжи, там, бирюзовые, синие, еще какие-то, ну, типа, все равно без цветного какого-то карандашика не получится ни черта. Потому что что-то либо поползет, либо пигментация будет не та. Поэтому всегда под сними макияжа чуть-чуть чего-то наношу. И дальше я тут еще один карандаш подготовил. Я вам его не показывал, но я вам расскажу. Я очень также люблю карандаши Chanel. Просто обожаю вот эти стиловые достойки. У меня здесь очень красивый карандаш номер 946. Сейчас вот так вот делаю сводч. У меня, правда, рука в тоналке. Вот такой красивый цвет. И он у меня будет ближе к ресничному краю. Такая водостойкая линия. Вот, Настя, в ту сторону глазки. Я надеюсь, что вам видно. Потому что мы сегодня с Настей поменялись стороной. Потому что она отказалась садиться с другой стороны. Она сказала, что это ее не рабочая сторона. Вот рабочая. Да, и она очень вредная. Она, короче, отказалась садиться и выперла меня на эту сторону. Да. И, короче, тоже его сразу растушевываю. Сейчас нанесем карандаш. И уже приступим к теням. Такую делаю стрелочку. Прям растушеванную. Широкую-широкую. Вот такую вот. Вот так вот она выглядит. Так, ребятки, смотрите. Мы уже растушевали синий карандаш. Вот так вот он выглядит. Я опять подсматриваю в монитор, чтобы понять, что левый глаз похож на правый. Вот. И мы теперь приступаем к теням. Я буду брать вот такой вот оттеночек. Темно-темно. Как его правильно назвать? Цвет морской волны. Темно-бирюзовый. Я забываю цвет, как надо, короче. Черно-бирюзовый. Наверх глазки. Я, короче, буду фиксировать карандаш снизу. И потихонечку фиксирую. Еще у Насти хотела спросить. Настя, ты часто как модель появляешься именно в макияжах. Сейчас, наверное. А ты кажется? На самом... Ну вот, прям плохих макияжей, ну, конечно, были, но там была проблема в том, что либо мне нанесли тон, после которого там на следующий день вот такие вот красные подкожные прыщи, и ты думаешь, блин... Что за тон был? Что за ужас? Да я откуда знаю, я же не смотрю. Не мой любимый коллаген. Коллагенчик был сегодня у меня. Я же завтра посмотрим. Я не помню, какой тон. И вот меня накрасили. Блин, ну просто вот у меня все время терки с тоном коллаген. Почему-то все визажисты, если идет речь о каком-то бюджетном тоне, то всегда выбирают коллаген. Отличное покрытие. Просто отличное покрытие, отличные прыщи, и все потом после них, вот эта вся вечеринка. Ничего мы вылечим, но главное, что вот за 300 рублей. Литруха. Я не хочу как бы обидеть никого из визажистов, девочки и мальчики, но уже есть куча других хороших тонов, не с таким большим содержанием масла, потому что на самом деле там даже состав этого коллагена, он непонятный, то есть там вообще ни слова ни на английском, ни на русском, какие-то корейские иероглифы. И самое интересное, что этот тон коллаген в Корее, никто не знает, что он существует вообще. Короче, это моя любимая. И все даже, знаешь, так особо не интересуются, ну типа дешево, о, классно, когда-то модель покрасит. Не, почему? Многие себя красят, знаешь? Ну просто, наверное, у кого кожа, ну типа, может быть сухая, он типа нормально. Хотя, опять же, я не знаю, насколько нормально, но если кожа комбинированная, либо жирная, то может произойти комитогенные всякие штуки, повыскакивать все это добро. Еще, тем более, самое интересное, что даже на тон коллаген уже есть подделки. Кстати, я реально встречал, когда прям именно подделка, да, на тон коллаген. Так вот, и... Я думаю, сколько его дешевле продают? Это же подделка, типа он сколько, 50 рублей должен стоить. И вот история с тоном, потом тогда была история с ресницами, когда вот так клеят малюсенькие пучочки, и потом глазик вот так опускается, и грустный глазик. Я говорю, смотрите, у меня глазки уже грустные. Она говорит, нет, нет, вот так... Я с тобой сижу, поправляю пальцы, они не поднимаются. Сижу с грустными глазами. Это мой любимый, это взгляд хаски, знаешь, который ждет твоего хозяина. Ну, потому что они все одной длины и маленькие, и вот это главное, чтобы ресничка в ресничку было. Сейчас я тебя как-то крашу. Потом про ситуации, когда делают сильно яркий макияж, когда я вижу, что там вот грустный... Сейчас, подожди, я тебя перебью, возьму такой сиряющий оттеночек, тоже снизу его приклею. Фиолетовую матовую помаду. Если я знаю историю, ну вот помнишь фиолетовые тени, когда потом после фиолетовых теней остается тинт, а тут я вижу фиолетовую матовую помаду и вот так на голое веко. Боже, не надо! Ты долго ходила потом? Ну, два денечка проходила. Ну, модно! Розовые тени как будто были. Нормально. Проходила. Такой глаз, как будто тебя стуканули, да? Так, так, короче, у меня сирок уже чуть-чуть карандаш отпечатался, но ничего страшного, он отпечатался как раз в то место, куда мы будем наносить такие тени. Что все по плану. Все по плану, да. Беру этот же сияющий оттеночек на плоскую кисточку и сейчас плотненько его набиваю на всю вот эту подвижную часть. Я, когда обычно работаю тенями вот какого-то подобного плана, там цветов вот этих всяких, синих, еще каких-то. Я не стараюсь вообще их тушевать, я их вот только набиваю, то есть только приклеиваю, а уже растушевываю какими-то оттенками, которые более схожи на цвет кожи, потому что тушевать синий и фиолетовый я этот не суицидник. Конечно, я понимаю, что это можно, но типа зачем? Это так все долго будет, да? Поэтому особо не заворачиваюсь с этим. Ну, вот это, кстати, которые лазурные, с золотыми блесточками, мне очень нравится цвет. вот такой симпатичный. Для меня фирма NARS это румяна оргазм. Это все, что я знаю про NARS, к сожалению. И тушь климакс, да? И тушь климакс, недавно узнала, вчера. Большая про нас, как про NARS, кстати, я ничего не знаю. Вообще про косметику ничего не знаю. Ну, ты же красишься, с ним, консилер Диор, все купила, да? Консилер Диор, тушь, бенефит, по рекомендации романа Пономарева. Пономарева. Как я ненавижу, когда мне называют по фамилии, если честно, у меня ждут рисунки, типа, знаешь, когда кто-то говорит там Роман Пономарев. Почему? Не знаю, мне вообще это глючит. Пони Рома? Ну, типа, лучше Пони Рома, либо просто Рома, но типа не Пономарев, Роман. Знаешь, как в школе кому-то тебя сейчас к доске вызовут. Вообще, потому что у меня в школе меня не называли по имени. Реально. Вот у меня такая школа дебильная была, придурочная. И меня все время все называли по фамилии. Мне казалось, что у меня не существует имени, потому что все учителя, все тебя называют просто Пономарев. 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 Да, я такой думаю, боже, как вы меня уже затрахали, просто за что? Просто за что? Ну, у меня была либо Настя, когда в классе 150 тысяч, Настя, либо Макаренко. Макаренко. Так, дальше я перехожу обратно на вот этот изумрудный цвет, темный, и уже начинаю фиксировать всю вот эту вечериночку вдоль ресничного края. Сейчас, в общем-то, фиксирую, и мы вернемся. Так, ребятки, ну что, смотрите, я уже подтушевал наш зеленый синий вот этот красивый цвет. Кстати, растушевался достаточно неплохо и даже без какого-то параллельного цвета, но я все равно хочу почистить, поэтому возьму вот такой вот коричневый верблюжий цвет, и сейчас все это дело я почищу. Сейчас найду кисточку, в которой я хочу это сделать. Вообще, хотелось бы какую-нибудь белку. Так, ношу. что-то она у меня замученная. Итак, берем вот такой цвет и продолжаем. Еще, знаешь, какой-нибудь тебе вопрос? Давай. Как часто ты принимаешь участие в своих съемках? Сколько раз ты работаешь с невестой в неделю? Ну, приглашаю довольно часто, но не всегда соглашаюсь. Прямо-мазки. для меня утро невесты, я не знаю, мне это не очень нравится, вот эта история. Я невеста, такая... но деньги же не пахнут. Но деньги не пахнут, конечно, но вот у меня в голове вот именно эта картинка, что утро невесты, так вот, когда... самый худший вариант, когда делают такую свадебную прическу, огромный пучок, и для меня вот самое, мне кажется, ужасное свадебная прическа, это когда вот так стилист тебе делает волосы, все красиво, вот тут несколько прядей выпускает, она накручивает, все здорово, но вот это уже по пути в ЗАГС, там, в машине, сосульки превращаются из лака, прямые. Я вот так смотрю на это, блин, ну зачем вы там делаете? Прямо... Я, кстати, раньше работала на свадебных съемках. Такие же сосульки были. Нет, но я волосы не делал, я только макияж делал, но я делал чисто, это была чисто коммерция, вот эти именно для свадебных салонов, вот эта вся история, потому что это просто деньги, мне, честно, никакого удовольствия это никогда не приносило. Я хочу в телефоне найти эту фотографию, я хочу показать. Можно я потом покажу? Так, подтушевал коричневый. Я тут вообще, знаете, просто сижу, знаете, на этом, как это правильное слово писать? На уголочке. Да, короче, я сижу тут на уголочке, вообще мне нифига неудобно, но я стараюсь, чтобы мне было удобно. Дальше, смотрите, мы берем глитер-праймеры немножко, куда же без бренда NYX, немножко его разогреваем, так вот, на кисточку, глазки закрываем, очи, очи закрой, не открывай, так, наношу, так, давайте сразу приклеим, потому что я с этими тенями работаю в первый раз, не знаю, как они отреагируют на клей, я хочу какой-нибудь вот такой цвет, светлый, они такие сияющие, может, немножко от этого розового возьму, и хочу вот прям вот сюда посерединке вот так приклеить, о, как ярко это приклеилось, красиво, красиво, о, наверняка так, о, о, жабки на ночь, можно уже позировать под музыку, Бритни Спирс, ну-ка, так, ребятки, так, смотрите, вот такая вот у нас красота получилась, я там все подтушевал, подправил и нанес на, короче, нижнюю серединочку вот эту вот блестюльку, очень красиво наложится тоже на глиттер праймер, чтоб ярко лежало, вообще прям супер, но у меня тут есть еще одна новиночка, я же обещал, что сегодня будут только новинки у нас, у меня есть вот такой пигмент клепач, клепач, номер его 171 гидрофан, да? Гидрофан, гидрофан, короче, какой-то гидрофан, и мы наносим сейчас гидрофан, и мне кажется, что будет очень красиво, честно, не люблю пигменты за, короче, то, что их надо вот это пересыпать, потому что вот этот, короче, потому что вот эти блестки потом оказываются везде, обычно я забываю закрыть баночку, встаю, и они просто высыпаются на меня, и потом еще 60 дней я убираю из студии эти блестки, короче, берем глитерпраймер опять, вы не обращайте внимания, если там чуть-чуть синева под глазами, потому что под глазами я еще ничего не делал, вот, там может тени чуть посыпались, я их поправлю, так, набираем глитерпраймер, так, поворачивайся на меня, подружка, наверное, глазки, я понимаю, что вам ни черта не видно, но, блин, я не знаю, как так посадить, чтобы было видно, вот так, да, или тут не видно, давай вот так, нет, сильно повернулось, опять ничего не видно, вот так, чуть-чуть промакивай под ресничками, все, не моргай, не моргай, а я тем временем беру маленькую кисточку и набираю эти блестки, они такие синие, и делаем снегурочку, снегурочка, посмотрите, как красиво мистит, ну-ка, посмотри, мать моя женщина, это гидрофан, ну-ка, на меня, сейчас я вот тоже чуть-чуть тушану, выглядит красиво, что-то в последнее время мне стали очень нравятся всякие пигментики опять рассыпчатые, что-то меня поперло опять раньше, я вообще терпеть не мог их, вот, потому что я познакомился с одним брендом американским, не американским, британским, он называется Карла Косметикс, и у них такие крутые пигменты, они такие красивые, я обязательно вам сниму как-нибудь видео про эти пигменты, и они мне стали очень нравиться, единственное, что пигменты стоят очень овер-овер дохера, то есть там цена, по-моему, пигмента 25 фунтов, ну-то есть это сколько, 2,5 тысячи получается, и, короче, я тогда покупал их, потом они мне чуть-чуть подарили пару штук, то они тоже такие, знаете, товарищи жадные, фиг у них вот, а так жалко покупать их, и я начал искать какие-то похожие в клепач, потому что в клепач, конечно, цена в 500 рублей типа нормально, ну-ка, такая маленькая баночка, да, маленькая, ну, что поделать, можно было и побольше, и ракански, так, очень красиво будет, когда мы сейчас ресницы нижние прям так черным накрасим, и будет вообще супер, и мне опять кто-нибудь подпишет в комментариях, ой, какой хороший транс-макияж, мне, кстати, недавно так написали, почему у людей такое стереотипное мышление, то есть, знаете, если, допустим, яркий макияж из нескольких оттенков, сразу транс-макияж, я такой думаю, а на вечер куда-нибудь, на какую-нибудь съемку, вы что ходите с одним цветом теней коричневым, ну, сейчас же много вот этих всяких макияжей, ну, типа, как транс таких макияжей, они просто не понимают, ну, да, ну, типа, знаете, я такой читаю, такой думаю, капец, и никогда не думал, что я буду делать транс-макияж, хотя я ничего против их не имею, но, типа, мне казалось, что... не, мне кажется, все всегда в меру, да, не моя эстетика, это вам не фиолетовый, фиолетовый теней, красный помад, ну, ты держи, что ты портишь, я и так тут вообще выворачиваюсь, просто как это, если на скалопендру какую-то напоминаю, ну-ка, покажи, о, красиво, прямо, угу, супер, так, и что, давай на второй глаз тоже приклеим, и мы пойдем за кадр, наклеим реснички, тоналку я вам сегодня показывать никакую не буду, потому что новых тоналок у меня никаких нету, вот, так что, ничего, а старые, что они интересные, я пообещал еще видео снять, про свои тоналки и про те, которые меня бесят, но я сейчас еще занимаюсь кастингом, у меня всех девочек выстроил в ряд, в шкафу, и они проходят кастинг на самую лучшую и на самую худшую, они по два дня стоят, и смотрим, как он себя ведет, мы смотрим, у кого нервная система сдаст, у кого колпачки начнут трескаться, так, ребятки, что, смотрите, мы уже докрасили тон, нарисовали брови, тут что-то с моей укладкой происходит странное, ресницы накрасили, и что, мы будем тестировать новую палеточку, палетка для лица, для лица, это у нас палетка, кстати, это тоже нарс, это нарс оргазм, это палетка, в которой двое румян, и хайлайтер, да, у них все оргазм, да, вот такая красивая палетка, тут идет классические, по-моему, румяные, и какие-то еще, называется оргазм икс, оргазм блаж, и оргазм хайлайтер, короче, все оргазмы, короче, мы сегодня просто обязаны с вами, что сделать, оп, короче, ладно, контент для взрослых, я беру классический оргазм, и давайте нанесем, конечно же, они шикарные, потому что это мои самые любимые румяные, они не могут быть не шикарными, мне кажется, это самый универсальный оттенок, единственное, они немножечко блестящие, поэтому... Я слышала у разных блогеров, что вот это отталкивает их... Да, если кожа проблемная, да, то они могут подчеркнуть текстуру, а так, ну, посмотрите, какая красота, он шикарный, поверни щечку еще раз, красиво, давай другую щечку, вот так вот, эту щечку, щечку, о господи, я опять просто, как это животное называется, которое выворачивается, скалопендра, как скалопендра тут сбоку, пытаюсь нанести румяна, прямо, о, такие щечки блестящие, о, кубанская девчина, ну-ка, я еще когда Настю в самый первый раз красил, мне показалось, что она похожа на Наташу Королеву, ну, вы как вы думаете, напишите, она похожа на Наташу Королеву в молодости, на кого я похожа, так, дальше берем наш хайлайтер, хайлайтер, кстати, необычный, он немножко, золотой, более цветом, он не прям светлый, и он такой, короче, на любителя на самом деле, он сияющий, но мне вроде бы нравится, он прям, знаете, такой на камере, вот с искусственным светом, как у нас тут сейчас стоит, он прям дает такую влажность, какой-то, знаете, как будто ведро воды вылили, покажи, вот прям, видите, мокрое, ого, боже мой, как это красиво, очень красиво, ну, блин, ну, текстуру подчеркивает, поэтому, это если вы хотите на глубокую ночь, глубокую, глубокую, да, то он будет красиво выглядеть, ну-ка, давай другую щеку, не знаю, как мне вывернуться опять, я скалопендра, ребят, макияж правой рукой, я лепша, на секундочку, челлендж, о, кстати, реально ходить, челлендж, макияж на модели правой рукой, точнее говоря, как бы не рабочей своей рукой, прямо, о, горит, блестит, так, на нос, теперь давай нанесем, возьму такой кисть бучоночек, я обычно люблю хайлайтер, вот сюда, прям, давай, вот так, посмотри прямо, о, видно его там, ну, на носике чуть-чуть, дает такой, знаешь, стейн желтоватый, да, ну, типа, знаешь, когда головой, да, виляешь, чуть-чуть видно, но красиво все равно, и давай чуть-чуть на носик, а, посмотрите, лампочка, так, давай чуть-чуть на подбородок, и будем делать губы, у меня сегодня есть классная помада, красивая, конечно же, нюдовая, и я надеюсь, что она нам сюда подойдет, потому что она у меня более теплая, мы посмотрим, сейчас вернемся, так, ребятки, ну что, наш макияж окончен, вот такая у нас получилась красота, невероятно, выглядит очень секси, очень секси, и давайте сейчас быстренько с вами обсудим, палеточку, которую мы с вами пробовали, кстати, по поводу макияжа, которые, какие продукты я использовал для кожи, именно тональный крем, я напишу в описании видео, так что, я что-то забыл про это сказать, на самом деле, но я напишу, вот, вот такая палеточка у нас была, палетка, сколько тут получается оттенков, в палетке у нас идет 12 оттенков, здесь идет 2 матовых, прям поистине матовых, потом, нет, вру, не 2 матовых, 1, 2, 3 матовых, потом дальше идет 2 цвета матовых, с микро-микро-микро-блесточками, которые вообще практически не видны, опять же, вам вру, 3 таких цвета, вот этот вот бирюзовый, он тоже был вот с вот этими микро-микро-блесточками, дальше, что у нас здесь идет, дальше у нас идет 1, 2, 3, 3 оттенка таких прям сияющих, прям супер влажных, вот как вот мы наносили с вами вот сюда, на подвижное веко, дальше идет 1, 2, 3, еще плюс 3, вот таких вот более шиммерных цвета, вот давайте теперь посмотрим их свотч, вообще по гамме мне палеточка понравилась, мне понравилось, что здесь есть и вот эти яркие оттенки, и оттенки для растушевки тут есть, и кстати вот эти светлые оттенки, я тоже немножко использовал под бровью, они очень хорошо работают, вообще прям с ними все классно, вообще в принципе палетка такая интересненькая, ну по свотчам, что у нас тут получается, Настя, вставай свою ручку, сегодня твоя ручка будет наша жертвенная, так повыше ее подымай, так как? да, вот так, да, вот так, вот так, и поехали, наш первый матовый бежевый, следующий у нас идет с вами такой персиковый, который с микроблестками, фокус весь на твое лицо, Настя, что ты за женщина тяжелая, сейчас фокус, все, все, пошло, пошло, поехало, о, фокус вернулся, дальше идет вот такой шиммерный цвет, кстати, я люблю такие сияющие коричневые, такой металлический, но я его не использовал, дальше идет два светлых тоже шиммера, дальше вот такой вот цвет у нас идет, и дальше идет вот такой вот красноватый коричневый, я его сегодня не использовал, дальше у нас идет опять же светлый, кстати, в этой палетке еще очень много светлых шиммерных оттенков, так что если кто-то любит такие, то я думаю вам понравится это, дальше идет вот этот цвет, цвет морской волны, который идет с блесточками, он такой, знаете, чуть-чуть рыхловатый, потому что вот эти золотые блесточки, они в нем крупноватые, но на глазах, на консилер, в принципе, приклеилось все достаточно хорошо, то есть у меня с ним проблем не было, дальше идет вот этот матовый, вот он, ой, у меня тут уже палец грязный, у меня уже ловка, у меня уже палец грязный, он, короче, знаете, как вам сказать, на глазах работает хорошо, на сводчах выглядит не очень, вот, и у нас остался еще последний ряд, давай так вот как-нибудь переверни, ой, вот так, да, у нас идет опять светлый, матовый, дальше идет такой коричневый, с микроблесточками, и вот последний такой прям золотой шиммерный оттенок, вот такой, такая вот цветовая палитра, общая, твоя жертвенная рука, и теперь наша палетка, а, вообще, что касательно по палетке для глаз, еще что я хотел сказать, палетка мне понравилась, мне понравилось, что она тоже достаточно универсальная, потому что в ней вы можете сделать, как и какие-то нюдовые макияжи, так и в принципе вы можете сделать, вот такой вот достаточно яркий цветной мейк, единственное, что мы еще отдельно использовали, это вот пигментик клепач, который я вам уже говорил, вот, мне поэтому палетка зашла, буду ей пользоваться, комментарий дать не могу, но тебе нравится макияж, мне очень нравится макияж, так сказала, вяло, надо радостнее, радостнее, мне очень нравится, Рова, так, и наша палетка с румянами, но тут вообще все достаточно просто, не знаю, даже если смысл делать сфотчем, я вот так покажу, это просто оргазм, этим все сказано, хайлайтер, вот, румяна мне понравились, но опять же, румяна оргазма, они на любителя, для тех, кто любит вот сияющие щечки, вам понравится, если, конечно, у вас есть подкожники, какие-то проблемки, то вам, скорее всего, они не понравятся, эти румяна, потому что, да, они будут все подчеркивать, а хайлайтер, та же самая история, если вы любите прям яркое сияние, какое-то вечернее, или вам нравится, когда хайлайтер видно с космоса, то, скорее всего, вам надо либо очень тоненько его наносить, либо он вам просто не понравится, вот, поэтому, конечно, палетка оргазма именно для лица, она такая на любителя будет, но мне все равно она нравится, и также у нас остался последний продукт, который мы использовали сегодня на губы, сейчас вам его покажу, а на губы я сегодня использую такую помаду Revolution, матовую, ультраматовую, она называется Кашемир, вот такой очень красивый цвет, он немножко такой тепловатый, нюдовый, мне он очень понравился, как он и на губах выглядит, и я думаю, что давай сделаем сводч, хотя, мне кажется, на губах все хорошо видно, но давайте сделаем, вот такой вот он, прям немножко рыжеватый нюдик, вот, выглядит очень красиво, вот так, вот, она прям плотная, она прям матовая, она прям такая вельветовая помада, в принципе, у Revolution классная, но опять же, она немножко подсушивает и подчеркивает текстуру, поэтому, если вас это смущает, то, в принципе, думаю, вам никакая любая матовая помада не понравится, но как она выглядит на губах, мне очень нравится, вот, такой вот у нас сегодня был обзорчик макияжный, я надеюсь, что вам понравился наш макияж, я надеюсь, что нравлюсь вам я, поэтому обязательно подпишитесь на меня, подпишитесь на нас на инстаграм, не забудьте, не забудьте опять, господи, мой язык под вечер, он начинает выдавать какие-то вечеринки странные, не забудьте, пожалуйста, подписаться на меня, на мой канал, поставить пальчики вверх, и до новых встреч, с новым видео, по-другому. До новых встреч,